Готовился к этому совещанию и оказалось, для меня это открытие оказалось. Шесть персон, высших персон, высших, первый, второй, шесть человек, которые занимаются авиастроением. В министерстве? Нет, все в стране, в стране, в стране, в стране не инженеры по образованию. Как не инженер по образованию может выпускать электрочайники сложные, утюги, телевизоры, самолеты, паровозы, пароходы? Как? Как? А это уже вопрос национальной безопасности. Потому что ни один Boeing Airbus не взлетит, если время чем будет объявлено. Не взлетит, не будет ни Airbus. Тем более сейчас электронное оборудование позволяет нажать кнопочку, там через спутник, там такой чип, его не найдешь нигде. И он даже двигатель не запустит. Вот авиапром. Ну куда им деваться, когда все конструкторские бюро, по сути дела, позакрывали. Когда бренды, которым аплодировал весь мир, все это разогнано. А самолеты-строители – это народ особый. Потому что это народ особый и самолето-строители, и гражданская авиация. Почему? Потому что гражданская авиация – единственная отрасль в мире, которая работает в отрыве от земли. Сейчас генеральные конструкторы ниже плинтуса опущены. А тогда генеральные секретари, все хозяева государства нашего разговаривали лично с каждым нашим конструктором. И он полетел без посадок через океан. И когда он сел в Вашингтоне, это произвело фурор. А Туполев, кстати говоря, посадил на этот рейс, не сертифицированный, своего сына. Когда эта громадина зарулила, там не нашлось трапа, чтобы он по высоте подходил бы, чтобы вышел пассажир. Уважаемый Олег Михайлович, в Советском Союзе вы были одним из главных руководителей гражданской авиации. То есть вы знали все о том, как летают самолеты, сколько их нужно, какие они должны быть, импортные или свои. То есть вы в этой теме очень глубоко как были, так и остаетесь сегодня. Гражданская авиация, она ведь как бы осталась, но в небе летают самолеты, как правило, или американского производства, или европейского. Ну еще по мелочам, сейчас китайские появились, бразильские, канадские. Наших самолетов очень мало. Называют Суперджет-100 и вот готовится МС-21. И вот ведь какая история приключилась. Буквально на днях большой друг нашей страны, президент США Трамп, который крестится на каждом углу, что какая Россия хорошая, какой Путин молодец. А этот человек вновь наложил санкции как раз на наш авиапром. А это что значит, что вот и Суперджет-100 и МС-21, которые еще готовятся к выпуску, они встанут на прикол. Скажите, насколько серьезна вот эта ситуация с точки зрения будущего российской авиации, гражданской? Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, никак нельзя не коснуться истории развития гражданской авиации. Подразделения аэрофлота были во всех республиках 15 национальных. И в каждой области было авиапредприятие, которое прикрывало полностью областные проблемы с передвижением на авиации. И в социальной роль была колоссальная. Медицинская авиация круглые сутки дежурила. Лесные пожары тушились, когда не начинались, а никогда уже горело там полтайги. На пункты отгонного животноводства я лично летал с врачами. Он кочует. Нам давали, так сказать, последнюю широту-долготу. И мы искали, находили, садились вне аэродрома, просто на площадку. Такая подготовка. И пилотовые самолеты такие были. Так вот, в 90-м году в этом аэрофлоте, в рамках Министерства гражданской авиации, было 15 тысяч летательных аппаратов. Это всего лишь 30 лет тому назад. 15 тысяч летательных аппаратов. Все 100% отечественного производства. Ни одного западного. Притом, так умно наши министры работали друг с другом. Министерство гражданской авиации и министр авиапрома. И вместе они выходили в правительство, потому что подчинялись они. Они члены правительства были. А не как сейчас. И решали вопросы вместе с конструкторами для того, чтобы прикрыть все необходимые ниши передвижения пассажиров, грузов и работ для нашей страны. Ну, к примеру, мы имели технику, которая обрабатывает поля. Это сотни самолетов, сотни пилотов и сотни инженеров и техников. Это целая армия. И мы в 90-м году, начиная с 87-го года, мы достигли цифры и до 90-го года выдерживали. Аэрофлоты обрабатывали в год 100 миллионов гектаров площадей. Это сотнями измерялись эти самолеты. Сотни туда, сотни туда, сотни туда. Аэрофлот помогал кормить наших людей. Это колоссальные работы, имеющие социальное значение. Мало того, эти АН-2 применялись очень широко в геологии, в поиске полезных ископаемых. Металлический трос длиной метров 50. Там висит такой снаряд с аппаратурой. И вот эта аппаратура засекает, что там в земле. Урановые руды, металл, золото, нефть, газ и так далее. И еще много-много вот таких вещей, необходимых для народа и для экономики страны, выполнялась вот эта авиация. И самолетов были тысячи. Вторая ниша, которая выпускалась с нашим авиапромом, это самолеты, которые выполняли полеты между городами. Бабушка берет козленка своего, который приболел, и везет в соседнюю деревню на самолете. И хватало у нее денег, потому что там все стоили все рубли. Два-три рубля билет. Обычная рутина. Вы можете поддержать редакцию еженедельника «Аргументы недели». Для этого вам нужно перейти по ссылке и выбрать либо печатную, либо электронную версию. Так вот, дальше идут самолеты между областями. Там уже техника покрупнее. Самолеты Ил-14 очень широко применялись. Появился самолет АН-24. АН-24 – великолепный самолет, которому равных нет в мире даже сегодня. И мы, я вот лично один из первых осваивал самолет АН-24, мы садились, 50 человек пассажиров, мы садились на грунт, летом-то все хорошо, только пыль там туда-сюда, а весной, а осенью рулить приходилось на взлетном режиме двигателей. Шасси утопало в грязи. Это была данность ежедневных дел. Дальше идут большие полеты. Какие самолеты у нас были? У нас просто потрясающий самолет. Ил-62 – это самолет, который летит без посадок до Хабаровска и Владивостока, и Якутска, и так далее, и так далее. Появился самолет Ту-114. Кстати говоря, с ним связана интересная история, с которой надо брать пример нашим руководителям. Как вы знаете, впервые нашего руководителя Хрущева Никиту Сергеевичу пригласили Соединенные Штаты Америки с официальным визитом. Помните такое он был? Да, пригласили с супругой. И долго обсуждался вопрос, значит, и даже американцы предлагали, но он отказался категорически от их корабля. А он пригласил Туполева и сказал ему Туполеву. Вот как взаимоотношения были. Сейчас генеральные конструкторы ниже плинтуса опущены. А тогда генеральные секретари, все хозяева государства нашего разговаривали лично с каждым нашим конструктором. И Туполеву сказал, как мало дела. Он говорит, все хорошо, самолет готов, мы его облетали, но он еще не имеет доступа к пассажирским полетам. То есть тогда сертификации не было. Ну, будем называть, нет сертификата. Он говорит, нет, я на нем полечу. И он полетел без посадок через океан. И когда он сел в Вашингтоне, это произвело фурор. А Туполев, кстати говоря, посадил на этот рейс, несертифицированный, своего сына. И ввели в ступор общественность Соединенных Штатов Америки. Когда это громадина зарулило, там не нашлось трапа, чтобы он по высоте подходил бы, чтобы вышел пассажир. И Никита Сергеевич вынужден был опускаться по техническому трапу на землю. Президент Соединенных Штатов собрал потом своих и дал им взбучку. Вы видите, как вы отстали? Мы даже трапа не могли найти. А представляете, какая у них военная техника? И вот тогда Боинг начал вспухивать. Вот после этого разговора, после прилета Ту-140 первого руководителя Советского Союза тогда. Дальше Ил-18. Это эпоха. Мне посчастливилось тоже длительное время. Я один из первых осваивал его. Этот самолет до сих пор тоже непревзойденный. Таких больше нет в мире. Он брал полностью загрузку. То есть 100 пассажиров и полностью груз. 4 тонны груза. Полностью. И полную заправку. Таких самолетов нет сейчас. Если ты берешь полную коммерческую загрузку большую, то ты меньше должен топлива залить, потому что взлетный вес не позволяет. И наоборот, если ты по каким-то там метеоусловиям заправил полные баки топлива, то ты должен снять пассажиров. А и в 18 нет. И я вот в Казахстане летал, летишь, например, по маршруту Алмата или там Семьпалатинск-Москва. Ты абсолютно не переживаешь. Абсолютно не переживаешь. Потому что я знаю, если Москва закроется, я уйду в Питер, в Ленинград тогда, Питер назывался, или в Киев на запасный аэродром, или еще в какой-то в Новгород запасный аэродром и так далее, и так далее. Затем на смену ему вот между областями вот на таких расстояниях пришел самолет Ту-154. Насколько он удачный, говорит, главный фактор. Ту-154 самолетов выпустили более тысячи штук. Плохих самолетов в таком количестве в мире нигде не делают. Но он модернизировался, конечно, там и двигатели модернизировались, и авионика модернизировалась, и там все другие вещи. И он был главным перевозчиком страны. Далее идут международные полеты. Но международные полеты это Ту-114, это Ил-62, потом появляются Ил-86 и Ил-96. Это уже современнейшие самолеты. Это все должны знать, наша молодежь особенно, какие были мы великие самолеты строителей, какая у нас была великая гражданская авиация. У самолета Ил-96 и Ил-86 ни одной катастрофы. Ни одной. Таких самолетов нет в мире. Чтобы какой-то Боин сказал, что у меня нет ни одной катастрофы. Ни одной. Поэтому мы очень рады, что у нас президент летает на самолете Ил-96, который показал на практике, что он настолько надежный, что при любых отказах двигателей, систем механизмов там такие очень подготовленные пилоты, которые этот самолет безопасно посадят там, где надо или на запасном аэродроме. Это 90-й год. Наступает 91-й. Пошло падение сразу объемов перевозок, куча самолетов была поставлена к заборам, ржаветь и гнить. Сотни пилотов и инженеров остались без работы по стране и мы упали до 20 миллионов перевозок. Представляете, в прошлом году мы перевезли 120 миллионов, а в 2000 году до 20 миллионов перевозок. И в начале еще, в начале 91-м году Гайдар, я слышал сам это заявление и ушам своим не поверил, ему задает ваш коллега журналист вопрос. Слушайте, а как вот у нас будет с самолетостроением отечественным? Он говорит, вы знаете, мы думали над этим вопросом, это очень важно для нас. Это очень дорогостоящее дело, оно требует большой бюджет, оно требует очень много инженеров, конструкторов, оно требует много заводов для того, чтобы комплектующие делать для самолетов. А я договорился, внимание, с Боингом, что он нам даст необходимое количество любых самолетов под любые авиалинии. И вот это предательское заявление, оно вылилось в государственную политику уничтожения нашего гражданского самолетостроения. Были разрушены все наши имиджевые имена, которых знал весь мир. Туполев, Илюшин, Яковлев, Антонов, все это было похерено. Пришли им на смену эффективные менеджеры, МАП был похерен, Министерство авиационной промышленности. В истории мира эффективные менеджеры никогда не решали благополучно проблемы, касающиеся развития. Они решали только вопросы, как заработать деньги и положить их в карман. Вот это и главная проблема этих эффективных менеджеров. Сегодня ситуация, сегодня ситуация. Возвращаясь, с чего я начал наш разговор. Вроде начали делать самолеты, суперджеты, сейчас готовятся к серийному выпуску МС-21. И вдруг большой нашей стороны Трамп объявляет очередные санкции, которые касаются как раз этих самолетов. Один на 70% или на 80% принадлежит по комплектации иностранным поставщикам, второй пока непонятно насколько. Вот как сейчас все это будет продолжаться. В прошлом году мы 95% пассажира оборота выполняли на самолетах западного производства, на Боингах, Эрбасах, Бомбардье там и прочих, прочих, прочих. Что это значит? Это значит, что мы обеспечили работой, за что аплодирует нам трудящиеся Соединенных Штатов Америки и Европы. Работой мы их обеспечили. Мы громадные деньги на это дело затрачиваем на приобретение или взятие в лизинг Боингах, Эрбасах. А наши заводы разрушены, остановлены и ничего не выпускают. Народ разогнан, инженеров нет и так далее, и так далее. Россия самая крупная страна в мире. 117 миллионов квадратных километров. Ну, Соединенные Штаты они слабаки, у них 90 миллионов, канадцы около 90. Поэтому она обречена быть великой авиационной державой. Ибо гражданская авиация это не просто отрасль. Это не просто взял билет, на стюардессу посмотрел и так далее, и так далее. Это отрасль, которая работает как обруч, сдерживающий единство нашей страны. Зачем авиация нужна в Швейцарии или в Люксембурге? Там пешком может дойти от одного города до другого. А вот у нас попробуй пешком добраться от Калининграда до Камчатки. А там же люди живут. И вот уничтожение вот этой авиации начиная с 90-го года, местной, местной полностью уничтожено у нас. Было 1300 аэродромов в 1990-м году, у нас осталось сейчас 200 с небольшим. Вот 1000 аэродромов взяли, все. разрушать не строить. Иди вот туда молоток и скажи вот разруш вот этот дворец и он разрушит. Так что будет с производством суперджетов? Они же наклепали больше 100 штук. Многие под забором стоят, но все равно летают, а сейчас-то они перестанут летать. Вот пожалуйста, эти же друзья нам объявляют очередные санции, не первые уже. МС-21 уже там два синяка поставлены. Первый синяк поставлен тем, что они отказали поставлять композиты для крыла. Композит отличается чем? Он по прочности такой же как металл, но наполнен легче. А в самолете, у самолетостроителей каждый грамм веса самолета равен стоимости одного грамма золота. Это очень важный вопрос, вес. Поэтому они отказали в этом деле. Наши нашли возможность выйти из положения. Конечно, подключился президент, даже пришлось подключиться. Росатом поручили. Это один синяк. Наши друзья, как Гайдар друзья помогут, вот друзья помогли. Второе, отказали поставлять авионику кое-какую. Тоже так сказать нашли выход из положения и МС-21 движется вот с этими синяками, но движется вперед. Я думаю, что он пройдет сертификацию. Это тоже непростая работа, потому что говорить одно и хвалить, так же, как Супер-Жет-100 хвалил Погосян на всех рупорах звучало лучший самолет в мире, он конкурент Боингу Аэрбасу, там оказалось туфтой все это дело. Это крупнейшая ошибка самолета строителей хвалить свое изделие. Главный судья изделие любого это потребитель. Вот когда потребитель заявит, что да, это лучше Боинга самолет, тогда это будет что-то значит. А что говорил Погосян оказался туфтой. Так сейчас все эти самолеты встанут на прикол и надо будет покупать еще больше? Самолет Супер-Жет, конечно, он много уже пережил, там есть масса недостатков и показал это последняя гибель людей, которые сгорели заживо после посадки. Это тоже там и конструкторские дела тоже проблемы есть. Погосян все время апеллировал следующим доводом, что 85% самолетов выпускаемых будет идти на запад на продажу, а 15% для собственного рынка. И эти слова вкладывал в уши президента. И президент повторял эти слова и очень яркий пример, когда помните, это в прессе все было, когда президент пригласил Берлускони в Сочи и встретились они там и потом приехали в Адлер на аэродром и президент показал Берлускони самолет. А почему Берлускони? Потому что Италия соучастница производства Супер-Жета-100. Показал и сказал те слова, которые высказал Погосян. Они оказались все ложью, что лучше Боинга и так далее, вес такой-то, дальность такая-то, расход топлива такой-то. Это еще до того, как он прошел сертификацию. Когда он прошел европейскую сертификацию, а сертификат это первый документ для приобретения самолета эксплуатантами, оказалось, он на три тонны тяжелее, чем заявлялось, расход топлива выше, чем заявлялось, дальность ниже, чем заявлялось, ну и так далее, и так далее, и так далее. И Италия, друзья, вот призыв о том, что друзья помогут, помогает. она первая вышла из состава, из заявок, которые они уже сделали на приобретение этого самолета. Отказались от них. И после этого вся Европа отказалась, притом рассуждая. Мне звонили эти европейцы неоднократно, и я говорю, что же вы отказываетесь с СПЖ-100? Они говорят так, ну логика такая, если сопроизводитель отказался, то он-то лучше знает, какой это самолет, значит мы нет, мы тоже не собираемся покупать. Его надо дорабатывать, и сейчас над этим работают, и на него потрачено очень много денег, это там очень дорогой самолет. А сами Соединенные Штаты, например, у СПЖ-100 делают шасси, гидравлику в Соединенных Штатах делают, кое-какое электрооборудование, они это дело, санкции наложены, все, они прекращают это делать. Как выйдет Супержет? Я думаю, тогда те, кто санкционировал производство этого самолета, тот же Алешин, Погосян, они скажут, а вот видите, нам не дают, мы не виноваты. То есть они, американцы, в данном случае, наш большой друг Трамп, работает как раз на вот тех людей, которые загнали нашу авиационную промышленность, гражданское авиастроение, как раз вот в этот тупик. А я слышал даже, что вот на самолете АМС-21, вот уже он пролетел с ПД-14, с новыми двигателями, и даже в этих двигателях есть детали американские, в так называемой обвязке этих двигателей. Да, да, да. Так значит, и говорить о новом российском моторе авиационном, ПД-14, и в будущем ПД-35, тоже не приходится. Тоже есть проблемы. Вот это все пожинание плодов, что друг нам поможет, и все. А вы думаете, что смогут восстановить вот на наших агрегатных заводах вот эти агрегаты, начать производство свое все-таки, а? Я бы ответил так на ваш вопрос, что, в принципе, без кооперации сегодня самолетостроение с другими странами, самолетостроение затруднительно, мягко выражаясь, ни одна страна не выпускает самостоятельно самолеты, агрегаты, кроме СССРа. СССР выпускал, все свое делал. Сейчас нет ни одна страна. Кооперация это обязательное условие. Значит, одни делают хорошо электрику, другие электронику, третьи, что же тратится, когда может там. Олег Михайлович, у меня такой вопрос. В Москве работает огромное предприятие, которое называется конструкторское бюро фирмы Boeing. Там работают сотни авиационных инженеров с прекрасным образованием. Вот я сейчас показываю фотографию этого предприятия. Это конструкторское бюро. Работают сотни инженеров российских на фирму Boeing. Это первое. Второе. В России есть такое предприятие Avisma, где производят титан. Из этого титана делают детали для американских самолетов и для европейских самолетов. Я слышал, например, что то ли 15, то ли 30 процентов деталей, которые входят в Dreamliner, новейший самолет американский, прекрасный совершенно, они сделаны здесь. Это не электроника какая-то тончайшая, но это силовые агрегаты, без которых никакая электроника никому не нужна. Скажите мне на милость, почему у нас такая политика может быть у правительства, может быть у президента, что в ответ на вот эти вот подлости мы вам не дадим то, мы вам не дадим все, вот эту щеку еще и вторую подставляют. Ведь поставки титановых деталей для Boeing в США продолжаются, инженеры, которые в основном как раз рассчитывают силовые агрегаты, которые работают на Boeing у нас в Российской Федерации и в Москве в частности, они продолжают работать. Почему такая политика, что мы ничем и ничем не отвечаем на это? Вы задали очень непростый вопрос, не очень простой вопрос, даже очень сложный, потому что все виды экономики у нас переживают вот эти же болезни, о которых вы говорите. вот авиапром, ну куда им деваться, когда все конструкторские бюро, по сути дела, позакрывали. Когда бренды, которым аплодировал весь мир, Туполев, что такое Туполев? Туполев – это человек, который авиационную войну выиграл, великую отечественную, когда он такие вот с Туполевским самолетом в абортировщике поставлял армии. Туполев гражданская авиация, смотрите, какие вещи делать. Туполев первый на сверхзвуке полетел, Ту-144. Мы с вами первые полетели, не «Конкорд». Мы с вами первые начали выполнять регулярный рейс «Москва-Алмата». А потом «Конкорд» там через полгода или через год только начали регулярные полеты. Мы, наши авиастроители, все это разогнано. Эффективные менеджеры, которые пришли в министерство промышленности, а министр промышленности у нас не имеет даже образования инженера. Это общая, так сказать, ситуация. Это нарушение постулата еще средних веков. Кадры решают все. В авиации это особенно. Почему? Вот вы правильно задали вопрос. В фирме «Боинг» работают наши. Потому что к ним относятся без интереса, неуважительно. они никому не нужны. А самолетостроители это народ особый. Потому что это народ особый и самолетостроители, и гражданской авиации. Почему? Потому что гражданская авиация единственная отрасль в мире, которая работает в отрыве от земли. Я вот как профессионал провел основную свою жизнь профессиональную в воздухе. У меня не было вот этих вот кресел там, пола и так далее. там, в воздухе. А самолетостроители делают технику для такую, чтобы она вопреки законов природы не падала бы к земле, а все-таки летела бы в пустом этом пространстве. Понимаете, это особые люди. И когда самолетостроители начинают унижать, как это произошло, приходит эффективный менеджер. Мне так не нравится это название. эффективный менеджер это что-то очень хорошее. Когда инженеры получают по 10, по 15, по 20 тысяч зарплату, эти самые, как вы называете, язык не поворачивается, они получают миллион. Государство начинает понимать и руководители, куда, в какую пропасть мы катимся. Ибо без авиации перевозки наших пассажиров и населения в 117 миллионов квадратных километров площади страны на собаках и оленях она ни к чему хорошему не приведет. Мало того, мы тут теряем не только в вопросах экономики, но и в вопросах национальной безопасности. К примеру, один из главных вопросов в любой стране мира гражданская авиация страны является горячим резервом военно-воздушных сил. И у нас она показала себя тоже во время Великой Отечественной войны, когда наши гражданские летчики уходили в бомбардировщики или транспортные работы производили, подвозя снаряды там. А сейчас у нас такого резерва нет. А это уже вопрос национальной безопасности. Потому что ни один Boeing Airbus не взлетит, если время Че будет объявлено. Не взлетит, не будет ни Airbus. Тем более, сейчас электронное оборудование позволяет нажать кнопочку через спутник, там такой чип, его не найдешь нигде. И он даже двигатель не запустит. И вот это недооценка эффективных в кавычках менеджеров, что в кавычках подчеркиваю, что они не учитывают, что гражданская авиация это и вопрос национальной безопасности. А смотрите вопрос национальной безопасности, как не назовешь вопросом национальной безопасности, когда разрушили местные авиалинии и масса населенных пунктов по стране, на северах особенно, севера, дальний восток, прекратили существование, железных дорог нет, автомобилях дорог нет, только авиация. Авиация исчезла, малая, и самолеты, и аэродромы, и люди забивают окна двери и уезжают оттуда, потому что в ГУЛАГах жить добровольно никто не хочет. Это заключение, по сути дела, такая ситуация, когда не улетишь, не уедешь, никуда, так сказать, оторван от России от всей. Только что, несколько дней назад взлетел Ил-114. Слава Богу, взлетел с российскими двигателями, уже хорошо. Почему вот эти самые министры, тот же Мантуров, так и не обратили свой взор на Ту-334? Замечательный самолет, который полностью заменяет по размерности Ту-214, там все одинаковое. Это был бы уникальный, унифицированный самолет с разной размерностью. Почему до сих пор его не вернули к жизни? Это болезненная тема. Давайте мы вспомним, как рождалась эта ситуация, о которой стыдно говорить даже с точки зрения оценки действий чиновников и самолетостроителей. 2003 год. Объявлен конкурс с самолетостроителями на производство самолета для внутренних перевозок. Для замеды Ту-134. Шли там жаркие споры, но на мой взгляд там уже какая-то аффилированность просматривается очевидная, потому что много у нас уже село за такие вещи в тюрьму чиновников и самолетостроителей. Но не Радько Александр Васильевич, руководитель Росавиации, четко сказал, у нас есть Ту-334, уже сертифицированный, давайте мы бюджетные деньги пустим авиастроению на его, так сказать, массовое производство, и все, то есть эксплуатант. Казанский завод Чкалов готов был выпускать эти самолеты пачками, просто по сто штук в год. Да, а что значит слова Нерадьки Александра Васильевича? Он передает мнение всех авиакомпаний, он профессионально это дело. Нет, с его предложением не посчитались и проголосовали на этом конкурсе, как уж там голосование происходит, не знаю, за производство Супер-Жета-100. Вот и сделали. Которого вообще еще даже на бумаге не было. Да, вот и сделали, сделали, и не знаю, что с ним сейчас, как поступать и что с ним делать до сих пор, а угроблено на него сколько. Так вот, уже расчеты простые показывают, что если бы даже одна треть тех средств, которые потрачены на Супер-Жет-100, была бы перенаправлена на Ту-334 и Ту-114 и Ту-204, у нас бы этих самолетов уже сегодня были бы сотни. Сотни, да. Сотни. И они, вот вы правильно подметили, Ту-334, чем он еще хорош был. Потому что так специально туполевцы его делали, его конструкция, основные узлы, они были универсальны и для Ту-204, и для Ту-214. Вы представляете, какой выигрыш! Это великолепно! И он показал себя, уже летал длительное время, Ту-334, показал себя по расходам топлива, и вот Есаян, летчик-испытатель наш, гос.НИИ, он специально засекал при полете на нем по каким-то маршрутам топливо, и у него реально был расход топлива меньше, чем у Боинга. Вот, вот он выигрыш. Это самолет, ну, великолепный. Дальше, Ил-114. Ил-114, я еще участвовал в этом деле, когда вместе с Борисом Павловичем Бугаевым в 85-м году Новожилов пригласил министра, и я там был тоже, посмотреть макет, который они сделали взамен Ан-24. Я напомню, Генрих Новожилов это главный конструктор фирмы Илюшина в то время. Герой социалистического труда, дважды герой социалистического труда, великий человек, которому аплодировал весь мир за его технику, и его техника эксплуатировала в 40 странах мира, кроме нашей страны. Так вот, он нам показал макет, я еще пошутил, Генрих Васильевич, смотри-ка, это же Миниев 18, а у него киль, если вы видели, копия 18, килевая часть самолета, копия, он говорит, да, мы так, а что, это хороший киль, мы его проверили, а потом вдруг самолетостроители уговорили, не знаю, кого они уговорили, министры эти все, уговорили, что все деньги бросить на Супер-Жет-100, а Ту-114, Ту-304, Ту-204, выбросить из списков бюджетной поддержки этих самолетов, и все. Супер-Жет передали фирме Сухого, фирме, которая никогда в жизни не делала гражданских самолетов, никогда, они делали и делают прекрасные самолеты для военной авиации, лучшие в мире, но здесь взялись за Супер-Жет, и вот получилось что-то такое непонятное, тем более, что двигателей не было. Вы очень правильно подметили, очень правильно, при том, вы подметили именно вот коренной вопрос в этой проблеме. Дело в том, что Сухой, при всем уважении к нему, он делает хорошо самолеты, как вы правильно подметили, военные, но самолетостроение военное и гражданское, это абсолютно разные вещи. Надо было тому же Илюшину поручить, тому же Туполеву. В этой же линейке были тут 324. Это самолетик на 50 пассажиров. Большой самолет это Ил-96, который тоже вот сегодня его модернизируют, его удлиняют. Это могло случиться 20 лет назад почти. Почему сегодня, вы думаете, люди несут ответственность за те решения? Не министры, которые тогда были. Почему? Вот это тоже относится к тому, что они сделали ту же ошибку, на которой сколько раз мы спотыкались и разбивали себе нос в кровь. Запад нам поможет. И вот тут также ошиблись. Запад нам поможет. Давайте мы Погосян убедил совместно с итальянцами сделаем самолет, который будет конкурентом Боинг-Аэрбаса и мы весь мир заполоним этими самолетами. Говорят, 8 миллиардов долларов ушло на Суперджет. Ни один самолет, включая Дримлайнер знаменитый, столько денег не высосал на свое производство и на конструирование. Где покаяние? Это общая болезнь нашей страны. Кстати говоря. К вашим словам я хочу еще добавить что о компетентности. Я как-то готовясь к совещанию, к одному из совещаний, куда меня пригласили на высоком уровне по самолетостроению. Я же не самолетостроитель, я пилот, представитель эксплуатанта. Понимаете? Вот. Готовился к этому совещанию и оказалось, для меня это открытие оказалось. шесть персон, высших персон, высших, первый, второй, ттттттт, шесть человек, которые занимаются авиастроением. В министерстве? Нет, все в стране. А в стране? В стране, в стране. Включая и министра. И выше даже. Шесть зампредседателя правительства и председателя правительства. Не инженеры по образованию. Как не инженер по образованию, министр правительства, министр промышленности может выпускать электрочайники сложные, утюги, телевизоры, самолеты, паровозы, пароходы? Как? Как? Но электрочайники это может быть и может. какую-нибудь рогатку электрическую. У них за 30 лет не родилось ни одной мысли. Какой новый самолет, например, делать вместо АН-2, который 70 лет. Не хватило интеллекта. Потому что не инженеры они, понимаете? АН-2. И они, значит, ему предложили президенту модернизировать АН-2. Все, хорошо, предложили. Он тогда добавил все Ил-114, это президент добавил. Ил-114, потому что этот самолет сертификат уже имел в 80-е годы, уже готовый самолет. И самолет продолжения, так сказать, Супер-Жета-100, МС-21, вот это самое видно, и наконец совместный самолет широкофюзеляжный с китайцами. Вот это президентские конкретные указания. вот, вот это какие-то надежды вселяет, конечно, у нас, у авиаторов, но еще раз подчеркиваю, что это нужно не авиаторам, это нужно нашей стране. Наши люди на таких расстояниях должны иметь мощную гражданскую авиацию. Не будет мощной гражданской авиации, не будет России. Надежды тут очень, конечно, такие иллюзорные на то, что все это возродится. А нам с вами что остается? Нам остается уповать, может быть, на американского дядю, который уж не будет убивать сразу, а потихоньку, не сразу запретит нам покупать в США какие-то агрегаты для МС-21, для Супер-Жет-100. И все-таки эти самолеты когда-то взлетят. А мы под сурдинку тихо-тихо, тихой сапой все-таки доведем. МС-34, может быть, Ил-96 новый с удлиненным фюзеляжем доведем до ума, а там что-то еще другое появится. Олег Михайлович, спасибо вам за такой интересный разговор и давайте до новой встречи у меня за углом. До свидания. Расширь границы Ютьюба. Шагни на полосы электронной газеты Андрея Угланова. Первая ступень. Сайт аргументы.ру Сайт аргументы.ру Сайт аргументы.ру КОНЕЦ 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 КОНЕЦ